В таких улях сидят, это ещё только мёд для них. То, что они собирают, это им. Вторые корпуса ставим, это уже товарный мёд, это мёд уже потребителю. Уже ставим рамки и где-то в конце июля, в начале августа, возможно, уже будет мёд. Разведением пчёл Любовь Алексеевна Лысова занялась 15 лет назад, когда в поисках работы устроилась совхоз пригородной пчеловодом. А когда 8 лет назад тепличное хозяйство перешло на другой способ опыления, посоветовалась с мужем и организовала свою пасеку. Ведь нужно было поднимать на ноги четверых детей. Начинали с 30 ульев, купленных у соседей в Кирове. Сейчас число пчелиных домиков на двух участках больше 120. Благо, площади лугов позволяют. А пару лет назад их крестьянско-фермерское хозяйство получило государственный грант на полтора миллиона на постройку зимовника. Теперь пчёлам и в холода комфортно, и урожай мёда больше. Хорошие подспорья, конечно, в этом плане. Государству действительно спасибо большое. Пчёлы в этом году вообще 100% перезимовали. Развиваются исключительно хорошо в этом году, слава богу. В общем, и погодные условия позволяют. Хотя весна была периодами холодная, всё равно пчела развивалась хорошо. Но вот даже сейчас смотрим, так сказать, конец июня, уже по два, по три корпуса стоят пчёлы. Не каждый год такое происходит. Любовь Лысова о своих крылатых питомцах может рассказывать часами. Все заботы по их выращиванию и уходу она взяла на себя. Хорошо изучила их повадки, привычки и особенности. И даже не прочь рассказать об этих трудолюбивых насекомых всем желающим. Мёд я регулярно покупаю. Мёд очень полезен для здоровья. И вкусно, полезно. И поэтому стараюсь всю семью накормить мёдом. По своим целебным свойствам наш северный мёд уж точно не уступает привозному. Суровые зимы заставляют пчёл активнее запасать питательные вещества. И он получается насыщенным множеством нужных для здоровья человека ингредиентов, говорят пасечники. Ну а исчезновение пчёл, о котором пишут некоторые исследователи, коме не грозит. Химикатами в нашем регионе практически не пользуются. Лугов вдоволь. Так что летающие медоносы чувствуют себя вполне вольготно. Наталья Литкевич, Павел Светисов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.